Заснеженные монгольские степи и холодная тайга для оленевода Эрденебата Чулу – родной дом. Он и его соплеменники принадлежат малочисленной народности духа, которую ещё называют цаатанами, то есть теми, кто владеет оленями. Цаатаны и в наше время кочуют по Северной Монголии так же, как кочевали их предки на протяжении тысяч лет. «Этих северных оленей приручили наши предки. Мы хотим сохранить традицию и пасти оленей так же, как это делали они». Олени дают цаатанам еду и служат транспортом. Из оленевого молока делают сыр и сметану. Поэтому для цаатанов самое важное – накормить оленей, а те едят только мох. «Три-четыре раза в год мы кочуем, ищем новые пастбища для оленей. Когда пастбища бедные, олени худеют. Если мха много, то они поправляются». Оленевод говорит, проблема в том, что мох растёт очень медленно. Пастбища восстанавливаются только через 10 лет. Народность духа насчитывает всего лишь 280 человек. Это приблизительно четыре десятка семей. Предполагается, что эта этническая группа образовалась из смеси монгольских, тюркских и самоедских народностей. Говорят цаатаны на языке, близком к тувинскому. Живут оленеводы-кочевники в остроконечных чумах. Питаются в основном оленем молоком и продуктами, которые из него получаются. Летом и осенью к рациону добавляются ягоды. Мясо бывает только тогда, когда удаётся подстрелить дикого оленя. Но патроны здесь на вес золота. Да и оружие у цаатанов старое, оставшееся со времён Второй мировой войны. Поэтому они часто охотятся самодельными арбалетами. Несмотря на трудности кочевой жизни, цаатаны не хотят обзаводиться домами и становиться осёдлыми. Традиции предков для них дороже.